Кто из докладчиков считает, что его доклад самый ранний по дематике? Я думаю, я считаю. Иван считает. Иван считает. Иван, да. В общем, Иван, представьтесь, ну скажи. Товарищ Иван. Товарищ Иван. Все-таки мы как наследники... Что, муж? Нет, нет, я просто... ...посчитаем ограничиваться именем. Вот меня зовут товарищ Иван. Хорошо. Сегодня должен был приехать представитель также русского лада. Он был сторонник реформы, так называемые, ревизионистской концепции. Он считает, что февральская революция была поворотом с турного пути развития русской социализма. Но, к сожалению, как часто бывает у настоящих русских патриотов, он не выдержал нашего климата, заболел. Иван, понимаете, драма, его нет. Ну, тем не менее, Иван, давайте я за него. То есть такая жертва должна быть сакральная такая. Да, да, да. Это серьезная для вас, я думаю, жертва будет. Вот. И поэтому... Ребята, регламент времени. Друзья, регламент времени у нас, я с коллегами еще, я думаю, что минут 10 вообще, 15 максимум. 15 максимум. 15 максимум. 15 максимум. Первый год это такое, да? А, смотрите, годный доклад делает товарищ Иван. Поэтому мы в честь его, как бы, вступительной части и яркости личности, мы позволим побольше времени вы дадите. Иван, сколько вам нужно? Ну, немного, немного. Немного, это полуста, сорок. Ну, а нет, 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 нет. Ну, вы меня это прерываете после него, да? Все, я же... Ну, в 15 минуту ложится. Хорошо, я сейчас... 20, 20, 20, 20, 20. 20 минут? Ну, хорошо. 15. 17. 17. 17. Вот, начинай, начинай, начинай. Значит, тогда я буду говорить быстро, на шутках. На самом деле, когда мы говорим о февральской революции, я как марксист, да, должен, как хотел сказать, с начать с дирющих сил, а потом чуть-чуть оживить. Знаете, Ленин, он, как говорил о революции, главное, это революционная ситуация. Нет революционной ситуации, революционной революции не будет ни при каком раз в плане. А если революционная ситуация есть, то дальше вступает дело с объективной пактой. Как мы вернемся? Так вот, по Ленину революционная ситуация – это три вещи. Верхи дальше не могут жить по-старому, низы не хотят, а жить становится все хуже и хуже. Ну, с третьим можно спорить, а с первыми двумя спорить невозможно. И надо сказать, что Россия, царская Россия, в начале 20 века испытывала целый эффект политических, экономических и социальных проблем. Ну, вот, ревизионисты, они говорят, что Россия была экономически, динамически развивающаяся страна. Это правда. Но забывают одну вещь. Почему росла российская экономика? В чем был движитель вот этого вот роста 10-15 года? Это в первую очередь протекционистская политика, закрыли границы, и французские кредиты. Да, вот те ценные бумаги, которые размещались по Франции, на эти деньги строили железные дороги, вот, потом там Транссит, Туксит. Вот. И поскольку был протекционизм, покупать ничего за границей было нельзя или очень дорого, то развивалась металлургия, машиностроение, появился рабочий класс довольно быстро, росла промышленность. Но при этом этот рост в уровне жизни людей почти никак не отражался. Почему? Ну, во-первых, отсталая крестьянская страна. Дали землю, Александр II дал землю, а что толку? Население быстро росло, малоземелье, приходилось брать деньги, сбрать землю в аренду. Даже за ту землю, которую крестьяне получили, выкупные платежи, большие налоги, крестьянин был задавлен при царизме. Люди бежали из деревни, рабочий класс. А на самом деле, из-за того, что из-за огромной безработицы, особенно не квалифицированный труд, оплачивался очень-очень низко. Ну, действительно, цены были тоже на продовольствие низкие, но жили, тем не менее, очень плохо рабочие. Задали исключение квалифицированных рабочих. Из-за того, что страна неграмотная, если умеешь читать, писать, чертеж можешь посмотреть, получаешь хорошие деньги. Буквально, ну там, может быть, дифференциация была, зарплат огромная, до 10 раз на многих заводах. А, например, рабочий текстильщик, ткач, например, получал такие деньги, что не мог снять даже комнату. Снимали углы, жили по несколько семей в одной комнате, в бараке были. На самом деле, низы, рабочий класс по-старому жить не мог. А с другой стороны, и верхи, то есть буржуазия, она на самом деле тоже испытывала массу неудобств каких. Ну, это абсолютная монархия, царизм, сословное, между прочим, общество. А что такое сословное общество? Если ты дворянин, ты всегда выше мещанина. Если ты крестьянин, ты еще ниже, а если рабочий, ты вообще никто. Но если ты еще и еврей, ну, это уже вне подконка Иван показал на меня. Да, ну, вот уже при царизме, желающий намек. Да, ловить уже нечего при царизме тогда. Огромное недовольство. Из-за этого революционные ситуации возникали при каждом ухудшении положения. Голод революционная ситуация. Война русско-японская революционная ситуация. В 12-14 году уже дошло до того, что и без войны возник огромный подъем рабочего движения. Особенно в Петербурге в тот момент. Массовые стачки политические проходили. Ну, и, надо сказать, что вот началась война. А война, мировая война, почему началась? Ну, Франция и Германия что-то там делили, да? Кто будет владеть миром? А Россия, она ничего особо делить не хотела, потому что и так хватило больше, чем могла переживать. Но только французские кредиты надо как-то отрабатывать. Российская буржуазия, она не была независимой. И поэтому втянули ее в войну основательно. Ну, и, на самом деле, ну, все искали повода. В демократии, они, конечно, не хотели начинать войну. Как объяснить своим рабочим, что давайте идите на фронт, надо кого-то подочищать. Кого? Ну, ладно, провоцировали там Россию, провоцировали Сербию. Ну, спровоцировали, началась война. Конечно, Россия, как положено, к войне оказалась не готова. Короткое наступление, успешное в Австрии, неуспешное на Германии. В 2015 году страшное поражение, экономика в кризисе, огромная инфляция. В 2017 году четырехкратный рост цен. Жизнь становится невыносимой. Ну, и самое главное, голод. Проблема ведь какая? Россия экспортировала огромное количество хлеба. По идее, после того, как каналы экспорта закрылись, там немецкие погонные лодки, то все, казалось, что хлеба уж точно хватит. Не хватило. Почему не хватило? Потому что христианин русский, он, конечно, не рвался сдавать хлеб по фиксированным твердым ценам. А почему были твердые цены? Ну, потому что самая бедная часть рабочих, она ест только хлеб. Если поднять цену на хлеб, ну, тогда надо повышать зарплату. Это правительство делать не хотело. Соответственно, цены на хлеб держали. К осени 16-го года в крупных городах возникли очереди. Так называемые хвосты. Огромные. По 200-300 метров. Их обзвечала, как бы сказать, жандармерия. Да, вперед, значит. Чтобы порядок был. Начались беспорядки. Беспорядки какие? Маслые забастовки. Первую очередь на выборской стране. И вот тут вот выясняется неприятная вещь. Вообще, империя-то держалась на штыках. Ну, известно. На штыках прийти к власти можно, а сидеть неудобно. Сложнейшая система полицейская. Дворники, городовые полиции, конная полиция, жандармерия, конная жандармерия, гвардия, армия. Петербург был самый милитаризованный город мира. Не, ну, столицы в Европе много. А вот такое количество гвардей, две гвардейские дивизии, две негвардейские дивизии, две комно-гвардейские дивизии. Жандармский корпус, наплодский экипаж и прочие неналежные части я не считаю. Почему не считаю? Это до войны, до войны. А во время войны, после того, как началась подкачка резервистов, 160 тысяч солдат в городе. 160 тысяч солдат. В городе меньше двух миллионов. Он был, ну, там, миллион 600, это, наверное, в этот момент. Из них 400 тысяч рабочих. И вот, 180, во время разгона очередной демонстрации, ну, рабочие со старого Леснера пришли снимать рабочих на Рено. Ну, там, французский завод, там они были большие патриоты, директора. Они, значит, с револьверами. У них начали стрелять. Позвали, вызвали, значит, солдат. Выше солдата 181-го запасного полка. И начали стрелять в конную полицию. Ну, трех человек убили, несколько человек ранили. Все, армия ненадежна. Ну, тут четыре казачьих полка вызвали. Они тоже никого там рубить не стали. Рабочие разошли. Вообще, осенью 16-го года, в октябре, царизм в основном спас тот факт, что они этим солдатам оружие не давали. В действительности, 181-й запасник, который в основном питерскими рабочими комплектовался, в нем было 50 винтов всего. Собственно, в караулы ходить, ну и вот рабочих разгонять. А полк был, полк был 12 тысяч человек, запасный полк военного времени. Все, армия ненадежна. Ну, полк Кострову выгнали из города. 9 января Петербургский комитет призывает ко всеобщей стачке. Всеобщая стачка 200 тысяч человек. Стачка длится три дня по плану. Но, как бы, в январе опять не получается. В феврале огромная стачка на Путиловском заводе. Верхний Путиловского завода бастует. Огромная забастушка, понимаете? Локал, огромное напряжение. И вот, собственно, 8 марта. Правильно? Женщин трудящихся. Не всех женщин, а женщин трудящихся, только прошу заметить в тот момент. На Выборгской стороне было несколько... Надо обновить. ...несколько текстильных фабрик. Вообще, тогда было принято, что фабрики по всему городу были достаточно небольшие. Там женщины работницы. А, надо сказать, положение женщины работницы в этот момент было самое ужасное. Рабочий, токарь, например, и грязный мечик, получал в день 6-7 рублей. А токарь, токарь, получал 6-7 рублей в месяц. Понимаете? И ужасные условия. Плюс хвосты. А она работает 11,5 часов. Молодая девушка. Когда она может стоять в очереди за хлебом? Петроградский комитет призвал в обед митинги провести. Привели митинги. Ну и говорят, ну давайте, идите обратно, значит. Работайте. Но они пошли. Вышли на улицу, Денишевская фабрика, другие фабрики. И пошли по Самсоновского проспекту к Леснеру. А кто эти люди, ребята, которые работают на Леснере? А это друзья, они вечером с ними танцуют. Какой Петроградский комитет, который запретил забастовку в этот день? Когда девушка говорят, снимаемся, что куда деваться? Все снялись. И вот первый день февральской революции. Ну, это еще обычная массовая забастовка. Не всеобщая, но больше 100 тысяч уже. Выборгская сторона вся снята. Идут демонстрации. Лейб-гвардия московская закрывает Александровский нынче, литейный мост. Павловцы закрывают, значит, Екатерининский канал. Все, значит, город готов к осадям. А надо сказать, что только и занимались между октябрем и февралем. Генерал Хабала все планировали, как защищать, значит, защищать штыками режим. Потому что ни на что, кроме штыков, надежды уже никакой в этот момент не было. И это показывает, что это никакой не забор. Что революцию ждали, к ней готовились, но, как всегда, плавать не смогли. Вот, 24-го, ну, события развиваются. Бастуют еще два раза больше народу. Начинают застычки с полицией. 25-го, рабочие просачиваются в центр. Митинги на Знаменской унышей площади восстания. В них стреляют. У финляндского вокзала удалось стащить с лошади начальника 5-го отдела полиции, покойника Шапарова. Ну, и некоторые считают, что очевидцы говорят, что его убили. Но, на самом деле, это неправда. Он был тяжело ранен, и это спасло его жизнь потом. Его не было в 5-м отделе, когда его наконец взяли штурм через три дня. 26-го восстает Павловский полк, удается локализовать, пытаются их запихнуть в Петропавловскую крепость. Комендатор Павловской крепости говорит, куда, куда я дену 1100 человек, у меня нет таких помещений. Гоните их куда угодно. На следующий день восстают валынцы. Ну, их поручим дали там пострелять в рабочих. В Петрограде в рабочих гвардия стреляла раз за разом. 25 лет. А тут сначала стреляли в воздух. Утром собрались. Учебная команда. Что такое учебная команда? Ну, готовят фельдхебели сержантов. Только им оружие давали в городе. Остальные солдаты, вот те, что пришли с деревни, свеженабранные, им оружие вообще не давали. Считалось, что они ненадежны. Выздоравливающим не давали. Только учебным командам. Они собрались, значит. Кирпичник говорит, все, не будем стрелять в наших братьев. Ну, пришел офицер, капитан Лошевич. А они, значит, говорят, урау, урау, ура. И он говорит, урау. Он, значит, говорит. Ну, и кто-то ему крикнул, беги, покажем. Ну, он побежал, его убили, выстрел из спины. Ну, все, значит, революция. Потому что солдатам деваться некуда. Солдаты не отступают, когда убили своего командира. Один черт, значит, стреляют. И вам пять минут. Это много даже. Я вожу за четыре. Вот. И опять, чтобы было 17 минут. И в этот момент гвардия снимает литовский, снимает преображенские полки в тех же товарищеских казармах. Выборгские рабочие тут же везут их на выборгскую сторону. По дороге сбивают арсенал, захватывают орудия в грузийном заводе. Подходят к летельному к Александровскому мосту. Снимают московский гвардейский полк. Горит предварительная тюрьма, там, где сейчас управление ФСБ. Ее там потом построили на месте сгоревшего предварительного суда городского. Вот. Затем, значит, берут штурмом Кресты, освобождают заключенных. А надо сказать, что за день до этого были арестованы 150 лидеров политических оппозиционных организаций. Это, так сказать, все было по плану, но планы не помогли. И вот, значит, рабочие, солдаты идут на выборгскую сторону. Идут к казармам московского полка. Выборгская сторона захвачена. Последний оплот самодержавия. Отдельный батальон самокатчиков. А почему самокатчиков? Потому что на велосипедах умеют ездить только приказчики. Это самый надежный отряд самодержавия. Их с броневиков постреливают. Ну и, конечно, 5-й отдел полиции тоже его быстро. Вот. Ну, последний район города, который власть удерживал, был Васильевский остров. И его взяли в первую часть. А одновременно первая революция приходит в Кронштадт. Кронштадт, они... Еще в 15-м году на Агангуте был мятеж. Кронштадт, он держался на штыках тюрьма. Это морская пехота, значит, контролирует все. Собакам и матросам в сад не ходить. Полная тюрьма матросов в Кронштадте. Полная тюрьма матросов в Новой Голландии. Адмирал Вредон до последнего момента скрывал, что в Питере беспорядок. Потому что знал, что после этого жить ему 30 минут. Оказалось 20. В Орлу все. А первого восстала Москва, восстал Петербург и, собственно, революция. Царь-царь, ну, колебался постепенно. Сначала он готов был на доверенное правительство, потом на ответственное правительство. Потом он думал, в пользу кого отречься. А когда придумал, то царизма уже не было. Потому что его генералы поняли, что даже фронт не может уже успокоить Москву и Питер. А что дальше произошло? Ну, последние три предложения. Дальше возникает вопрос о власти. Вот эти рабочие, которые сделали революцию, и солдаты. Рабочие знают, что делать. Как в пятом году, рабочие советы. Все идут в Таврический дворец, возникает рабочий совет там. А вслед за этим и солдаты тоже начинают формировать советы свои. По образцу рабочих. Ну, правда, менее дисциплинированно. Вот так вот врач переходит в руки рабочих крестьян. Возникает временное правительство. Но временное правительство понятно. Думцы сидят в Таврическом дворце, пытаются что-то придумать. Придумывают, значит, комитет свой. Потом назначают Львова, председателя временного правительства. Но все это держится на штыках советов. Без советов до июня. Здесь вообще ничто не может произойти. Называются двоевластия. Формальная власть у советов фактически... Формальная власть у временного правительства. Фактически власть у советов. Вот такое вот завершение февральской революции. Ну и последнее, это решение Петроградского совета. Собственно, первый документ Петроградского совета. Амнистия. Земельная реформа. Требования земельной реформы. Создав учредительного собрания. Республика. Что еще? Что ты еще забыл? Восьмичный... Нет, а восьмичный... Восьмичный... Забыл. Как я показал? А? То, что... Нет, показ номер один тоже позже. Это уже марк. Выход из войны. Да, выход из войны. Не медленный переговор, а выход из войны, разумеется. Вот, собственно, последний пункт. Ну что, я уложился? Почти, Иван. Почти. Друзья, поприятую.